Это была самая громкая и успешная операция, проведенная советскими спецслужбами в годы войны. Это была показательная казнь. Главу оккупационной администрации уничтожили в тот момент, когда он ощущал себя в полной безопасности, в своем доме, в собственной спальне. Это было грозное предупреждение остальным нацистским чиновникам. Вас ждет то же самое. Целая библиотека посвящена деталям этой операции. Но почему же и по сей день ликвидация генерального комиссара Белоруссии Гауляйтера Вильгельма Кубе окружена множеством слухов и мифов? Почему остались вопросы, на которые нет ответа? Издававшаяся на немецком языке газета «Минскерцайтунг» опубликовала «Некролог». В лице Гауляйтера Вильгельма Кубе мы потеряли боевого друга и заботливого начальника. Мы, национал-социалисты, скорбим о верном последователе фюрера и честном, всегда готовом прийти на помощь боевым товарищам. Мужество, преданность и верность солдатскому долгу составляли смысл его жизни. «Сердце сжимает скорбь», – писала разрешенная оккупантами Белорусская газета. «Его нет больше среди нас». Генеральный комиссар Вильгельм Кубе был одним из наилучших, наисердечнейших друзей, который думал и говорил так, как каждый белорусский националист. Труп генерального комиссара Кубе отправили в морг первой клинической больницы, а 24 сентября выставили прощание здесь, в окружном доме офицеров. Отсюда на аэродром, самолетом в Берлин, и там уж ему устроили торжественные похороны. А историков не покидают сомнений. Каким образом немцы так быстро выяснили, кто именно убил Вильгельма Кубе и кто помогал подпольщикам? Выходит, у немцев были осведомители? Так кто же они? За столько десятилетий можно было исчерпывающе ответить на любые вопросы, снять сомнения и развеять подозрения. Но удивительным образом до сих пор наши исследователи не заглянули в немецкие документы того времени, хотя эти архивы доступны с 45-го года. Сколько лет потрачено на высокопарные труды о роли партии в партизанском движении, а необходимую работу так и не сделали. Из всех немецких документов в обороте только заключение специальной комиссии, созданной оккупационной администрацией для расследования убийства генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе. Подлинность документа не установлена. В ночь на 22 сентября 1943 года в 0 часов 40 минут в спальне генерального комиссара и гауляйтера Вильгельма Кубе взорвалась мина, в результате чего у него разорвало левую сторону груди и оторвало левую руку. Ранения были смертельные. Его труп в полуобгоревшем состоянии был вынесен из охваченной пожаром спальни, поднятой по тревоге дежурной команды. Рядом с ним лежала жена Анита Кубе, которая была на восьмом месяце беременности. Она осталась невредимой и отделалась нервным шоком. Трое маленьких детей, которые находились в другой комнате, отделенные от спальни в ванной, также остались невредимыми. Так как дом гауляйтера день и ночь охраняется, под подозрением оказался только тесный круг обслуживающего персонала. Утром было установлено, что единственная, живущая из-за недостатка места вне дома служанка Елена Мазаник отсутствует. Ее квартира 10 по улице Театральный дом 48 была вскрыта. Оказалось, что квартира пуста. Накануне 21 сентября Мазаник, как обычно в 7 часов утра, пришла на работу в дом гауляйтера. Она пожаловалась на сильную зубную боль и в 10.30 оставила дом. По особому распоряжению гауляйтера, она лечила зубы у немецкого врача, несмотря на то, что она белорусская. Однако в тот день она у врача не была. Итак, уже утром немцы знали, кто заложил бомбу. Но вот вопрос. Отчего же Елена Мазаник раньше не вызвала у оккупационной администрации подозрений? Почему немцы, известные своей системой проверок, взяли ее в особняк генерального комиссара, хотя до войны она работала в ЦК партии, а ее муж в НКВД? Не существовал ли заговор самих немцев против Вильгельма Кубы? В Минске, как и в Праге после ликвидации Райнхарда Гейдриха, заговорили о том, что Вильгельма Кубы убили свои немцы. Дескать, он проводил слишком мягкую политику в отношении белорусов и тем самым мешал эсэсовской службе безопасности, СД и другим нацистским ведомствам, которые в годы войны располагались здесь, в Доме правительства. Вильгельму Кубе было 53 года, когда он приехал в Минск. Он учился в Берлинском университете. В Первую мировую был призван в армию, но освобожден от военной службы из-за порока сердца. Рано присоединился к нацистам. В декабре 1927 года. Успешная карьера в партии рухнула, когда он обвинил председателя высшего партийного суда Вальтера Буха в том, что тот женился на еврейке. А Вальтер Бух был тестем Мартина Бормана, ближайшего помощника Гитлера. В результате Вильгельм Куба лишился всех должностей и пять лет сидел без работы. Он баловался стихами, пробовал силы в драматургии. Написал историческую пьесу «Татила». Когда ее поставили в одном из театров, главную роль сыграла молодая актриса Анита Линденкой, в которую он влюбился. Куба развелся, хотя у него было двое сыновей, и в 1938 году женился на Аните. Она была на 24 года его моложе. 20 апреля 1941 года Вильгельм Куба осмелился напомнить о себе Гитлеру, поздравив фюрера с днем рождения. Гитлер распорядился подобрать старому члену партии приличную работу. После нападения на Советский Союз возникли вакансии в новом министерстве по делам оккупированных восточных территорий. 1 сентября генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе прибыл в Минск. Он подписал воззвание «Белорусы». Первый раз в вашей истории победа Германии дает возможность обеспечить вашему народу свободное развитие и светлое будущее без российско-азиатского угнетения и чуждого национального господства. Если белорусы хотят плодотворного созидания, то такое может быть только под защитой немецкого меча. Куба говорил о нордической крови белорусов и призывал их во всем помогать Германии. Проверкой на лояльность немцам стало участие в уничтожении евреев. Нашлись люди, которые помогали айнзацгруппам. Сбрасывали детей в ров, бросали туда гранаты, младенцам разбивали головы о камне. Это памятник на территории бывшего минского гетто тысячам евреев, которых здесь расстреляли. Но план предусматривал очистку оккупированной территории не только от евреев, но и вообще от местного населения. С территории Белоруссии предполагалось изъять 75% населения, три четверти, чтобы очистить эти земли для немцев. Куба, конечно же, знал, что ждет Белоруссию, но считал необходимым это скрывать, чтобы побольше выжить из белорусов. Профессор Конрад Майер из аппарата имперского комиссара по расселению немецкого народа представил первый вариант плана устройства оккупированных территорий Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру 15 июля 1941 года. Но работа над планом и согласование с различными ведомствами затянулась. Гиммлер утвердил его только в июле 1942 года. Эти планы держались в тайне. Пока что Вильгельм Куба поощрял белорусские националистические организации, считая их полезными для Рейха. В октябре 1941 объявил о создании белорусской народной самопомощи. Возглавил ее Иван Ермаченко, бывший полковник Белармии, видная фигура белорусской эмиграции. Он вернулся в Минск вместе с немцами, расположился в бывшей первой советской гостинице. Это здание у меня за спиной. Рассказывает, что здесь ему подпольщики однажды подмешали мышьяк в кофе. Но его спасли врачи, которые обслуживали немцев. Иван Ермаченко начал с распределения продуктов помощи беженцам, благотворительности, культуры, просвещения. Но уже скоро Ермаченко и его соратники потребовали создать белорусское государство и армию. Молодой нации нужно свое место в Европе. Обещали в обмен, что Белоруссия объявит войну России и станет союзником Германии. Но представителям СС не нужны были белорусы-союзники. Им нужна была только рабочая сила. И они были недовольны Кубе, который разрешил это вольнодумство. У генерального комиссара оккупированной Беларуси были столь же опасные враги. И из того же самого ведомства, руководители ССовской службы безопасности, которые расположились здесь, в самом центре Минска, в доме правительства, они ненавидели Кубе и требовали его убрать. Начальник полиции безопасности ИСД в Минске оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух обиженно докладывал своему начальству, что Кубе не желает сотрудничать с ССД, что он возмущен арестом евреев, которые ремонтировали его кабинет. «Моих людей обвиняют в варварстве и садизме, в то время как я всего лишь исполняю свой долг. Даже тот факт, что врачи-специалисты удаляют у евреев согласно указанию золотые коронки и пломбы перед отправкой на экзекуцию, явился предметом разговора. Гауляйтер заявил, что такого рода действия недостойны немецкого народа и Германии». «Это был чисто ведомственный спор. СД и полиция безопасности получили указание Гиммлера карать и уничтожать местное население. Но по распределению обязанностей общее руководство оккупированными территориями осуществляли имперские комиссары. У них были свои задачи – выкачивать продовольствие, отправлять в Германию рабочую силу, обеспечивать всем необходимым части вермахта. Куба считал неправильными показательные карательные акции, потому что они затрудняли работу его ведомства». Вильгельм Куба был таким же нацистским преступником, только руководил он не «Айнзадзгруппой», а другим ведомством, которое отвечало прежде всего за хозяйственные дела. И как хозяйственник он хотел, чтобы полезные евреи продолжали трудиться на нужных для Германии производствах. А убить их, считалось, можно и после войны. Жалобы эсэсовцев на Вильгельма Кубе породили еще одну версию. Советское командование распорядилось уничтожить именно его потому, что он проводил мягкую политику, поддерживал национальные устремления белорусов и завоевывал их сердца. На самом деле чекисты и подпольщики охотились на всех видных чиновников оккупационного режима. Добрались до Кубы. В июне 43-го Вильгельм Кубе подписал указ о создании Союза белорусской молодежи, чтобы способствовать, как он выразился, отрыву белорусской молодежи от Востока и приобщению к корейскому Западу. Куба внушал своим подчиненным. Представитель комиссии по использованию рабочей силы распорядился в случае отказа населения ехать в Германию, расстреливать. Но нам следует проводить разумную политику. Белорусы любят танцы, музыку. Мы должны представить им то, что они хотят, и таким образом организовать их. Когда же благодаря смягчению в политике белорус поверит в Германию, тогда мы сможем делать с этим народом, что захотим. ССовцы хотели не убить Кубе, а всего лишь сместить его с должности. Товарищи по партии знали, что генеральный комиссар Белоруссии – фанатичный нацист, как и другие руководители оккупационной администрации. Немцы вешали людей вот здесь, рядом с драматическим театром и буквально в двух шагах от особняка Вильгельма Куба. Так что из окон кабинета он мог наблюдать почти постоянно тела повешенных по его приказу и с его санкцией. Это поражение всегда сирота. А у Победы-то много отцов. Сразу же после ликвидации Куба все ведомства, отвечавшие за подпольную работу в Минской области, поспешили сообщить Москву, что это они все организовали. Первыми о своем успехе доложили чекисты, хотя они должны были знать, что мину, которую взорвали Куба, Елена Мазаник получила от военной разведки. 1 октября 43-го руководитель оперативной группы Наркомата государственной безопасности Белоруссии полковник Семен Васильевич Юрин отправил победную шифр-телеграмму своему наркому Лаврентию Фомичу Цанаве. Кубе убит нашим агентом. Это Карл Вильденштейн, адъютант Кубе. Для этого он использовал горничную Кубе, жену шофера бывшего народного комиссара внутренних дел БССР. Сожительствовал с ней и по нашему заданию привлек ее. Уходя вместе с Кубе на службу, предложил ей заложить магнитную мину в кровать Кубе, что она и сделала 21 сентября. Нарком Цанава с гордостью доложил своему начальству, это его люди убили Кубе и предупредил, что смежники станут претендовать на лавры. Группа главного разведывательного управления под руководством товарища Федорова никакого прямого отношения к убийству Кубе не имеет. Майор Николай Петрович Федоров возглавил диверсионную группу разведывательного управления генерального штаба всего за несколько дней до уничтожения Куба. Командиром группы, которая больше известна как партизанский отряд Дима, был капитан Давид Ильич Кеймах. Группа располагалась в этом лесу. Но за несколько дней до ликвидации Куба капитана Кеймаха неожиданно вызвали в Москву. Здесь в лесу нашли посадочную площадку. Но самолет, на котором он летел, до Москвы не добрался. Видимо, был сбит. Заменивший Кеймаха майор Федоров получил телеграмму от своего начальства. Кто конкретно готовил операцию по уничтожению Куба? Являются ли девушки-исполнители вашими агентами? Или они принадлежат другому хозяину? Если они наши, то где, когда и кто их завербовал? Как они попали к вам после операции? Кто снабдил их материалами для проведения этой операции? Под вашу личную ответственность всех исполнителей сохранить и оказывать им лучшее внимание и заботу. Разведывательное управление генштаба предупредило майора Федорова. Если к вам придут представители других органов, за этими девушками, молнируйте, кто пришел, кем направлен, обеспечьте надежную охрану девушек. Посылаю самолет специально за вашими людьми. Для посадки в самолет у вас будет только 20 минут. Вмешался и начальник центрального штаба партизанского движения и первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Похоже, ему было неприятно, что его ведомство тут ни при чем. Он отправил шифровку секретарю подпольного Минского обкома Роман Наум Чумачульский. Срочно отправьте в Москву Елену Мазаник. Представителей разведуправления на площадку не допускать. Они способны только присваивать боевые дела партизан. Устроили целое следствие. Пришли к выводу, что некоторые чекисты напрасно присвоили себе чужие заслуги. Полковник Семен Юрин был награжден многими орденами, но ему это не помогло. Его обвинили в обмане и дали 10 лет. Но вот главный вопрос. Кто же на самом деле ликвидировал Вильгельма Куба? И почему вообще возник этот спор? В Белорусском музее, посвященном Великой Отечественной, мы постарались воспроизвести жизнь минских подпольщиков. Но предметы быта, конечно же, не позволяют понять ту атмосферу опасности, в которой они сражались. Все минское подполье было ориентировано на уничтожение Кубы. Это государственной важности задача, говорили чекисты. Кто ее исполнит, сможет покинуть город. Если будет желание, вывезем на самолете в Москву. Чекисты с помощью агентуры и подпольщиков выяснили, на каких машинах ездит Кубе, как его охраняют, искали возможности проникновения в здание комиссариата, установили расположение личного кабинета Гауляйтера. Составили список тех, кто постоянно посещал Кубе, в поисках вероятного исполнителя теракта. Куба поначалу работал в этом здании, где располагался генеральный секретариат. Здесь его пытались убить. Один подпольщик проник в здание, но вызвал подозрение, у охраны был схвачен. Другой добрался до кабинета Кубы на третьем этаже, и здесь был застрелен в перестрелке с эсэсовцами. Экономка заместителя Кубы, она же его любовница, обещала отравить Гауляйтера, потом передумала и отказалась. Когда несколько попыток казнить генерального комиссара не увенчались успехом, стали искать новые подходы. План охоты на Кубу утвердил начальник центрального штаба партизанского движения Пономаренко. Прилагались разные варианты. Отравить, застрелить, подослать к нему боевика-смертника, который взорвет себя вместе с врагом. Одна из первых идей – подложить мину в ложу Вильгельма Кубы в Минском драматическом театре. Теперь это театр имени Янки Купалы. В зале Кубы занимал всегда одно и то же место в правительственной ложе. Операцию готовила спецгруппа майора Степана Ивановича Казанцева, но его опередили. 22 июня 1943 года, в годовщину нападения на СССР, театр взорвала другая группа. Майор Казанцев радировал в белорусский штаб партизанского движения. В 18.30 в театре группы Кузьмича, Генштаб, произведен взрыв заряда замедленного действия. Убитые 20, много ранены. В связи с этим моя работа в театре приостановлена. Разведуправление Генштаба Красной Армии доложило, взрыв немного опоздал, Кубе ушел. Взрывом убиты 70 немцев и 110 ранены, преимущественно командный состав. Между бригадами, отрядами и группами идет спор за присвоение этого дела. А партизаны сообщали в Москву другое. Взрыв в театре населения города расценивает, как провокацию немцев, так как немцев в театре не было. Выходят подпольщики, вместо того, чтобы убивать немцев, взрывают мирных граждан. В белорусском штабе партизанского движения решили считать взрыв немецкой провокацией. Начальник штаба Петр Захарович Калинин распорядился. Примите меры к разоблачению очередной провокации немцев. За 20 минут до взрыва по особому сигналу присутствовавшие там Кубе офицеры и немецкие солдаты из театра ушли. Взрыв используют для усиления репрессий против гражданского населения. В партизанском штабе ошибались. Кубе в тот день был в театре, но утром выступал, объявил о создании белорусской молодежной организации, а вечером показывали спектакль по пьесе Франтиша Калихновича. Это создатель белорусского профессионального театра. Он 7 лет отсидел на Соловках и советскую власть не любил. Но на вечернем представлении немцев не было. Немцы вместе с белорусами в театр не ходили. И сегодня невозможно с уверенностью сказать, кто устроил взрыв. Считается, что это сделала группа партизанского отряда за советскую Белоруссию, бригада имени Фрунзе из Вилейской области. Сколько людей погибло при взрыве? В окружном комиссариате выставили 10 гробов, покрытых бело-красно-белыми флагами. Погибли простые минчане, но партизаны им не сочувствовали. Напротив, с удовольствием констатировали, что местное население напугано и больше не ходит в кино. А охота на Кубе продолжалась. Пытались заложить бомбу в машину Кубе. И это брался сделать человек, работавший в гараже генерального комиссариата. Но внезапно Куба перестал ездить на работу, потому что генеральный комиссариат перебрался сюда, в достроенное немцами здание ЦК. А Куба жил в особняке напротив, ходил на работу пешком. Так что теперь понадобился человек, имевший доступ в его дом. Эту улицу в Минске оккупационные власти назвали Театр-штрассе. Вот здесь находился особняк, в котором обосновался Вильгельм Куба. Особняк был двухэтажный, он велел надстроить третий этаж. На втором этаже находилась спальня, в которой он найдет свою смерть. На третьем этаже он устроил себе кабинет. Из окон его кабинета был виден театр Янки Купалы и сквер возле театра, где встретились женщины, которые уничтожили Гауля и Таракуба, Елена Мазанек и Мария Осипова. Было раннее утро, но мина уже лежала в его кровати. Марии Осиповой передали мину в отряде капитана Кеймаха, показали, как с ней обращаться, как устанавливать взрыватель. Всему этому она должна была научить Елену Мазанек, которая работала служанкой в доме Гауля и Таракуба. «Мы на пробу даже подложили мину в мой матрас», – вспоминала Елена Мазанек. «И обе посидели на нем, проверяя, не выпирает ли она каким-нибудь из своих углов». Как удалось Мазанек пронести мину в дом Гауляйтера? Охрана просто не досматривала хорошо им известную служанку. Когда Куба уехала в Рейхск-Комиссариат, Мазанек выполнила задание. «Имея при себе заряженную мину», – рассказывала Елена Мазанек, – «я взяла в руки штанишки ребенка, на тот случай, если кто-то войдет в комнату, сделать вид, что разыскиваю нитки, чтобы заштопать штанишки. Я заскочила в спальню, заложила мину под пружины матраса, затем села на кровать, чтобы проверить, не вывалится ли мина». В ее более поздних рассказах появятся дежурившие на втором этаже офицеры СД, от которого нужно было избавиться, чтобы добраться до спальни. Но, по правде сказать, и безо всякого офицера СД это была смертельно опасная миссия. Еще в сентябре 1942 года в Минск приехала жена Вильгельма Кубе с тремя детьми. Анита Кубе ждала четвертого. Через много лет она вспоминала, «Днем я присела на кровать моего мужа и шила пеленки, которые складывала в шкаф. Выходит, я долго сидела на этой мине». Договорились, что Елена Мазаник, заложив мину, немедленно покинет особняк и пойдет сюда, к драматическому театру. И в 10 утра они здесь все встретились. Мария Осипова, Елена Мазаник и ее сестра Валентина Шутская, которая тоже сказала с больной и отпросилась со службы. Елена Григорьевна Мазаник родилась в апреле 1914 года в деревне. Образование четыре класса. С 17 лет работала официанткой в столовой совнаркома Белоруссии, потом в совнаркомовском доме отдыха и перед войной в столовой ЦК партии. И вышла замуж за Бронислава Терлецкого, водителя наркома внутренних дел Белоруссии. Почему она осталась в оккупированном городе? Уйти не успела. Большое начальство покинуло город в большой спешке. Ее мужа-шофера нарком внутренних дел прихватил с собой. Остальных даже не предупредили, что город будет сдан немцам. Первоначально Елена Мазаник работала на благотворительной кухне, где кормили по талонам белорусской народной самопомощи. В феврале 1943-го Елена Мазаник устроилась на работу по специальности. Официанткой в столовую генерального комиссариата, которая располагалась здесь, в здании бывшего дома профсоюза. Здесь ее, надо полагать, приметил Куба. И в июне 1943-го ее перевели на работу к нему домой. С этого момента на нее обратили внимание и те, кто охотился на Кубе. К Елене Мазаник отправили человека, который станет известен всему миру много позже. Агента наркомата госбезопасности Николая Евгеньевича Хохлова. Уже после войны, в 1954 году, его командируют в Западный Берлин. Убить одного из руководителей эмигрантского народно-трудового союза. Хохлов сдастся с западно-берлинской полиции. На суде расскажет о задании и получит политическое убежище. Перед войной Хохлов окончил курсы при театральной студии. В армию его не призвали из-за плохого зрения, но взяли в НКВД. Он выучил немецкий в лагере для военно-пленных в Красногорске. В августе 1943-го его перебросили в Минск с документами на имя обер-лейтенанта из тайной полевой полиции. Руководил группой сотрудник наркомата госбезопасности Эммануил Соломонович Куцин. В 20-е годы он служил в разведке. Работал в Иране, Китае, Турции. Потом его исключили из партии за участие в троцкистской оппозиции. Во время войны он понадобился. В августе 1942-го подполковника Куцина отправили в Белоруссию в качестве командира оперативной группы Юрий. По его приказу Николай Хохлов пришел сюда, где жила Мазаньяк, к сожалению, ее дом не сохранился, передал привет от мужа и стал уговаривать принять участие в убийстве Куба. Но Мазаньяк была крайне осторожной. Она не поверила Хохлову. Решила, что он провокатор и работает на немцев. Хохлов очень крепко настаивал и даже угрожал смертью, вспоминала она. Но с ним я вообще разговаривать не стала. Уговорить ее пыталась и Надежда Викторовна Троян по заданию разведывательно-диверсионной группы наркомата госбезопасности Артур. Артур это псевдоним Ивана Федоровича Золотаря. Профессиональный чекист. Он в 1938 году был приговорен к пяти годам за нарушение законности. В начале 1942-го его освободили по ходатайству чекистов из 4-го управления наркомата госбезопасности, созданного для специальной работы в тылу противника на временно оккупированной территории. В ночь на 23 апреля 1943-го года группу майора Золотаря сбросили в районе озера Палик Борисовского района Минской области. Надежда Троян рассказала Золотарю, что знает Татьяну Никитичну Калиту, которая прежде работала гувернанткой в особняке Кубы. Майор ухватился за эту ниточку. Татьяна Калита познакомила Троян с Еленой Мазаник. Со слов Калиты рассказывала Надежда Троян, знаю, что Мазаник симпатизировал адъютант Кубе, который оказывал ей определенную материальную помощь. Он снабжал Мазаник водкой, которую она продавала или меняла на продукты. В документах наркомата госбезопасности значилось, что Мазаник любовница адъютанта Кубе Вильденштейна. Потом в Москве Мазаник скажет, что адъютант Кубе ее соблазнял, но она не поддалась. Признание в сожительстве с немецким офицером было смертельно опасным. Правда, она обмолвилась, что предлагала Вильденштейну вместе уйти к партизанам. Подобная откровенность возможна только между очень близкими людьми. 8 августа 1943 года рассказывала Троян. Мы вместе с Калитой подошли к особняку Кубе и вызвали на улицу Мазаник. Я обратилась к ней с вопросом, можно ли у нее достать водки, за которые могу платить деньгами или даже продуктами. Мазаник ответила, что в настоящее время водки не имеет, но обещала в ближайшее время достать. Предложила в следующий раз зайти к ней на квартиру. Надежда Троян пришла к Елене Мазаник домой с тортом. И в тот же день появился Николай Хохлов в немецкой форме. Мазаник показал на него и велел Троян уходить. Но разговаривать с Николаем Хохловым она тоже не пожелала. Позднее уже в Москве Елена Мазаник рассказывала, что к ней приходили разные люди, уговаривая ее принять участие в убийстве Кубы. Но когда она говорила, я хочу встретиться с командиром партизанского отряда, все отвечали, это невозможно. И она им не верила. Подозревала, что это не настоящие подпольщики, а провокаторы, которые работают на немцах. Поверила она одной только Марии Осиповой. Мария Борисовна Осипова после окончания Минского юридического института трудилась в аппарате Верховного Суда Республики. В годы оккупации она работала на партизанский отряд Димы, капитана Кеймаха. До войны он служил в главном артиллерийском управлении Красной Армии. После нападения Германии был отправлен в распоряжение военной разведки. Его не раз забрасывали в тыл врага. Давид Кеймах постоянно говорил, нужно искать надежного человека среди тех, кто рядом с Кубой. Многие возражали, говорили, нарвемся на провокатора. А он настоял на своем и оказался прав. А Мария Осипова в отряде значилась как резидент Черная задача добывать сведения о немцах в Минске. Бдительные чекисты подозревали, что Осипову завербовали немцы. Как ей удавалось уходить из города, добираться до партизанского отряда и возвращаться назад с листовками, медикаментами, ядами и даже миной. Другим и меньшее стоило жизни. Вскоре после прихода немцев в Минск утверждал нарком госбезопасности Белоруссии ЦАНАВА, Осипова как руководящий работник юстиции и член партии была подвергнута аресту гестапо. Но через несколько часов была освобождена и свободно проживала в городе, пользуясь некоторым попечительством со стороны немецких властей, что дает основания подозревать в принадлежности ее к немецкой разведке. Но нет оснований для подозрения. Во-первых, Осиповой невероятно везло. Во-вторых, она была женщиной с остальными нервами. Это она привела к партизанам Николая Васильевича Пахлебаева. Он служил директором кинотеатра для немцев. Кинотеатр назывался Остлан и располагался в здании, которое у меня за спиной. Он рассказал Осиповой о своих близких отношениях с Валей Шуцкой, которая работала уборщицей в суде. Ее мужа Василия Михайловича немцы расстреляли за участие в организации побега военнопленных. Пахлебаев привел Осипову на встречу с Валентиной Шуцкой, а та пришла с двоюродной сестрой Еленой Мазаник. По Потемкинской лестнице, а это спуск от дома офицеров к Свислыч, они прошли к детскому парку и здесь разделились. Николай Пахлебаев с Валентиной Шуцкой ушли, а Мария Осипова завела с Еленой Мазаник самый главный и очень опасный для них обеих разговор. Мазаник сказала, что не может верить первой встречной. К ней и так ходит какая-то Надя. Она имела в виду Надежду Троян и уговаривает убить Кубе. Но Мазаник боялась провокаторов. От Марии Осиповой она тоже потребовала «Организуй встречу с командиром отряда». И Мария согласилась. Но сама Мазаник не могла отлучиться из города. Вместо нее к партизанам пошла Валентина Шуцкая. Ее привели в отряд капитана Давида Кеймаха. Валентина убедилась в том, что это действительно советские военные. Кубе собирались отравить. Подготовили ампулу с ядом. Но от этой идеи пришлось отказаться. В доме Кубе обедают в разное время, объясняла Осипова. Маленького ребенка обычно кормят раньше. Если отравить пищу, то к обеду Кубе может выявиться, что ребенок отравлен. Тогда дело будет провалено. Мы договорились, что я достану две мины, а Мазаник подложит одну под матрас Кубе, а другую в кровать его жены. Почему все-таки Елена Мазаник согласилась взорвать Кубу? Ведь она в прямом смысле рисковала жизнью собственной и жизнями родных. Мы ее заставили это сделать, уверенно говорил Николай Хохлов. Подпольщики грозили Елене Мазаник. Придется отвечать за сотрудничество с оккупантами. В 43-м году, когда немецкие войска уже отступали и возвращение Красной Армии становилось реальностью, предупреждение звучало грозно. Но дело, конечно, не только в этом. Подпольщики ко многим обращались с просьбой помочь в уничтожении Кубы. И грозили, и обещали что-то. И те поначалу соглашались, а потом ничего не делали, потому что им было страшно. А Елена Григорьевна Мазаник нашла в себе силы преодолеть этот страх. Она только поставила условия. И ее, и родственников, сестру с детьми вывезут с оккупированной территории. Спасут от немцев, которые будут искать убийц Кубы. Здесь их ожидала грузовая машина. Водитель вывез их из города, спас. Он, кстати говоря, сам просился в партизанский отряд, но его не взяли. Он вернулся в Минск, немцы его потом нашли и расстреляли. Мария Осипова привела женщин к месту, где их ждал партизан с лошадью и телегой. Их отвезли в отряд. А родственники Валентины Шуцкой пожелали захватить свой скарб. Сказали, что не уедут без коровы и свиней. Поэтому в это дело что в конечном счете стоило им жизни. Немцы их нашли и всех казнили. Место Кубы занял эсэсовец Курт фон Готберг. Вот он был настоящим палачом белорусского народа. Устраивал карательные акции, пытался задушить партизанское движение. Вот здесь, в поселке Ушачи, стоит памятник партизанам, которые после месяца кровопролитных боев сумели прорвать фашистскую блокаду и не позволили себя уничтожить. Что касается Готберга, то он за свои подвиги был произведен в обергруппенфюрер СС, получил рыцарский крест, в 1945-м попал в плен и не стал дожидаться, когда его повесят или расстреляют, и покончил с собой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года звание Героя Советского Союза присвоили Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян. Некоторые подпольщики и историки удивлялись, почему Золотую Звезду вручили Троян, хотя она непосредственно не участвовала в казни Вильгельма Кубе. Столкнулись интересы Наркомата Госбезопасности и Разведывательного управления Генштаба. Осипова работала на спецгруппу военной разведки, Троян на спецгруппу Госбезопасности. Похоже, в Кремле решили не обижать ни военных разведчиков, ни чекистов, и приняли Соломоново решение наградить представителей обоих ведомств. В Минске немцы упустили непосредственных организаторов ликвидации Куба, зато схватили тех, кто помогал подпольщикам. И еще арестовали немало людей, которые вовсе не имели никакого отношения к этой акции. В общей сложности уничтожили около двух тысяч человек. И вот еще один вопрос, который преследовал антифашистов и подпольщиков в разных странах Европы. Стоило ли ликвидировать генерального комиссара Вильгельма Куба, если цена его казни – гибель такого количества невинных людей? Но масса уничтожения мирного населения началась не после убийства Куба, а с первого дня немецкой оккупации. Поэтому казнь Гауляйтера Вильгельма Куба была не только справедливой местью преступнику, но и предупреждением всем остальным нацистам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok